Да, друзья, если вам понравилось данное видео, обязательно поставьте лайк и сделайте репост в своих соцсетях. Это очень сильно помогает мне, а точнее каналу развиваться. Больше людей узнают о нашем канале, больше здравомыслящих людей приходит на канал. Это я вижу по комментариям. И если вам что-то не нравится, смело ставьте дизлайк, но обязательно, пожалуйста, отпишите в комментариях, что вам не понравилось, чем вы не согласны. Как есть на самом деле, по вашему мнению. Потому что все, что я говорю в своих видеороликах, пишу в статьях, есть на 90% моя субъективная точка зрения. Физкульт привет, друзья и ученики и просто случайный зритель. Тот, кто следит за моими видеороликами, читает мои статьи на сайте hmgym.ru, знает, что у меня были грыжи и протрузии. Наверняка они и остались, но знает мою историю. Как меня лечили врачи больше трех лет, мне становилось только хуже. Я не мог уже нормально сидеть, стоять, даже лежать было больно. Никакие обезболивающие мне не помогали. И тогда я сам решил заняться своим здоровьем. По глупости, прождав три года. Я изучил все, что только можно, все, что только связано с данным вопросом. Я так же, как и вы, раньше свято верил в то, что мануальная терапия помогает. Напоминаю, что вышли в свет две мои книги. О женском тренинге и о мужском. Настоятельно рекомендую, если вы хотите разбираться в тонкостях тренинга, питания, приобрести эти книги. Они довольно-таки доступные, но информация, собранная в них, колоссальна. Особенно, если вы инструктор или хотите стать тренером, взять на себя смелость, ответственность тренировать других людей. Вы обязаны изучить данный материал. Просто хотя бы даже для ознакомления. Да, возможно, она снимает какие-то симптомы со спазмированных мышц, с ваших проблемных зон. Но мануальная терапия способна вас убить. Да, друзья, это факт. К сожалению, ни в России, ни в Украине я не нашел подобных исследований. Но статистика показывает, вы можете ее найти в свободном доступе. Америка ведет такую статистику. Сколько смертей ежегодно причиняют мануальные терапевты. И статистика плачевная. В Америке это 30 человек. В основном это манипуляции с шейным отделом. Но, друзья, неважно, в каком бы отделе позвоночника у вас ни были проблемы, нельзя обращаться к мануальным терапевтам. Даже если у вас нет проблем с позвоночником, не ходите к мануалам. Когда вас резко скручивают, резко сворачивают, делают еще какие-то манипуляции, это очень, не буду говорить вредно, опасно. Минимум можно сесть в инвалидное кресло, а максимум вас закопают на пару метров под землю. Или сожгут, кому больше повезет. Так что, друзья, мое мнение и мнение многих специалистов, что мануальная терапия опасна. И та польза минимальная, которая вам наступает после манипуляции с мануальным терапевтом, на 1-2 дня, а кому-то может и на неделю, не стоит того риска, который несет в себе эта техника. Друзья, я знаю, что многим вам помогают. Многие мне пишут, но вы не представляете, сколько людей пишет мне, что им стало хуже после мануальных терапевтов. И та статистика, которую я вам привел, которую ведет американское здравоохранение, должна вас насторожить. На самом деле, я не пытаюсь никого отговорить, убедить. Я даю вам информацию. Ваше право воспользоваться ей, либо пройти мимо, не слушать моих рекомендаций. Ваше право. Но задумайтесь, пожалуйста. Вы знаете мой пример, и пример уже тысяч человек, которые воспользовались просто моими советами. Делать экстензию в начале тренинга, делать гиперэкстензии в конце тренинга, выполнять гимнастику из йоги. И у вас не будет никаких проблем. Делайте это, даже если у вас нет проблем. Если у вас есть проблемы, делайте это как можно чаще. И вы будете так же приседать за 200, как я, тянуть за 200, как я. Вы вернетесь к нормальной жизнедеятельности. А кто испытывал боли, тот понимает, что это такое, к чему это приводит, и как с этим тяжело жить. Иногда спать не можешь, просыпаешься от того, как тебя мучает боль. Ноющие боли, простреливающие боли. Никому этого не пожелаешь. Поэтому, друзья, задумайтесь. Расскажу еще одну историю, которую уже рассказывал раньше. Вы знаете, кто смотрит мои видеоролики, что родной брат моего отца был министром сельского хозяйства в Молдавии. Вы понимаете, какие были связи у него, какие возможности. У моего отца были проблемы с рождения, с позвоночником. Иногда по полгода он лежал, не мог ходить. Во взрослой жизни у него уже были не такие большие промежутки. Но иногда, я помню, по детству его на 2-3 месяца затягивала эта болезнь. В постели он никуда не ходил. И, естественно, старший брат договорился о том, чтобы мой папа съездил в Москву, к Касьянову. Кто не знает, это бог мануальной терапии, можно сказать. Человек, известный во всем мире, лучший. Его специалиста нет, не было и, наверное, не будет. Так вот, друзья. Отец приехал к этому человеку. Он ему делал кое-какие манипуляции. Помог, а у отца, кстати, были проблемы с седалищным нервом. И, естественно, люди разговаривали между собой. Отец спросил, а когда у вас проблемы какие-то с позвоночником, со спиной, вы к кому обращаетесь? И Касьянов ему ответил, прямо открыто, что он свой позвоночник не доверяет никому. И не доверил бы даже самому себе. Потому что единственная, малейшая неточность в движении может привести вас к инвалидному креслу. Про смертность, естественно, он не говорил. Возможно, тоже не знал этой статистики. Друзья, есть такая медицинская профессия, называется, по-моему, остеопатия. Есть такие специалисты-остеопаты. Это не мануальщики, не путайте их. Вот вы можете прийти к такому врачу, он посмотрит и назначит вам специальную лечебную физкультуру, специальные упражнения. Может быть, будут какие-то скрутки. Я хотел к такому специалисту. Но это все делается очень медленно, плавно, без каких-либо резких движений, щелчков. Кстати, вот эта замануха, которая говорит каждый мануальный терапевт, что мы сейчас вставим тебе позвонок на место, что у тебя вышел позвонок, надо его двинуть, щупая пальцами там. Это такая чушь, друзья. Любой здравомыслящий человек, ну, наверное, не здравомыслящий, а обладающий кое-какими знаниями в анатомии, подтвердит вам. Можете не доверять моим словам, поинтересоваться у вашего знакомого специалиста с медицинским образованием. Невозможно сдвинуть позвонок. Если вы сдвинете позвонок, то это приведет к защемлению. И вы действительно станете инвалидом. Ну, или как минимум, ляжете на несколько месяцев. Это настолько опасно, что говорить об этом, как о рекламной акции, просто смешно. Но мы с вами ведемся на это. Почему? Потому что людям нужны деньги. Многие спросят, почему же тогда мануальная терапия не запрещена? Друзья, я не смогу вам дать ответ на этот вопрос точный. А предположение делать не хочу. Но почему нам поднимают пенсионный возраст? Почему препараты, которые необходимы мужчине для того, чтобы полноценно жить после 35 лет, приравнены к синодействующим, к наркотикам, за это сажают? А алкоголь и табакокурение в свободном доступе? Задайтесь этими вопросами. И тогда, может быть, вы найдете ответ и на то, почему мануальные терапевты и тут, и там ведут свою практику спокойно. Мой вам совет. Обходите мануального терапевта стороной. А лучше вообще просто избегайте даже общения с мануальным терапевтом. Потому что наш мозг подвержен влиянию и различными убеждениями, уговорами вас могут привлечь к этим манипуляциям. Но зачем это делать, когда вы самостоятельно можете, совершенно бесплатно, по моим советам и рекомендациям, делать гимнастику, делать упражнения. И, как вы видите, это приносит пользу. Еще раз говорю, друзья, я не пытаюсь никому навязать свою точку зрения. Переубеждать вас мне нет смысла. Я просто хочу тех людей, которые прислушиваются ко мне, которые задают мне вопросы по поводу мануальной терапии. Делаю это видео, делаю этот маленький обзорчик. Берегите себя, думайте всегда своей головой. И тогда мы с вами будем и большими, и сильными. А всем вам, и себе в том числе, я желаю сил и массы. Все это, чтобы было без травм. Увидимся в тренажерном зале. Субтитры создавал DimaTorzok